Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Я хочу вам рассказать об одной особенности, касающейся Outlook, которая очень важна при рассмотрении его инструментов и отдельных опций и фишек. Дело в том, что Outlook поддерживает несколько типов учетных записей, в том числе обычный тип учетных записей, как IMAP или POP3, так и основной для него тип учетных записей – работа с Microsoft Exchange. Вот здесь вы видите настройку моих учетных записей, которых у меня две – IMAP SMTP и Microsoft Exchange. Одна из них – это бесплатный почтовый ящик на Mail.ru, а другая из них – бесплатный почтовый ящик на сайте Outlook.com или сервисе Office 365. Видно, что Microsoft Exchange используется только у учетной записи на сайте Outlook.com. В чем же отличие и почему здесь нужно знать, какой у вас тип учетной записи? Дело в том, что когда вы используете учетную запись Microsoft Exchange, все очень важные и все расширенные функции работают как надо и присутствуют в Outlook. Например, видно, что можно выбрать категории, тут расширенные флажки в разделе «К исполнению». В календаре также присутствуют категории при назначении встречи, присутствует возможность при приглашении участников увидеть статус коллег при планировании встречи. Мы развернем группу и если бы у коллег был Microsoft Exchange, мы бы четко видели их занятость или если они свободны. Это работает только если Exchange сервер есть. Также присутствует магазин, в котором можно найти эти надстройки и установить их. Все эти особенности доступны только если у вас Microsoft Exchange. Посмотрим вот, например, на примере обычной почты Mail.ru. Мы видим, что здесь отсутствуют категории на панели. Мы видим, что здесь значок к исполнению, флажок, да, он очень слабый, тут нет никаких дополнительных опций. При создании элементов в календаре мы видим, что категории отсутствуют. Мы можем приглашать участников, но нет кнопочки об их доступности. То есть она есть, но вы не увидите их доступность, поскольку сервер не обрабатывает такие запросы. Например, коллеги по работе. Развернем давайте список, как работать с группой контактов. Здесь сейчас ссылочка будет. Планирование нажмем и мы видим, что картина в принципе та же, но если бы был Exchange сервер, мы бы видели их доступность. То есть о чем я хочу сказать. Чтобы использовать полностью все возможности Outlook, нужно иметь учетную запись Microsoft Exchange. Скорее всего, если у вас большая корпорация, на работе у вас именно Exchange используется. Но если вы работаете из дома, у вас простая учетная запись, такая как у меня вот IMAP. Рассмотрите для себя возможность регистрации бесплатного почтового ящика на сайте Outlook.com. Если вы работаете группой коллег, если у вас какой-то частный бизнес или там малый бизнес, лучше использовать все возможности сервера Microsoft Exchange и работать по полной с Outlook, с его особенностями и возможностями. На этом на сегодня все. Я хотел вам рассказать только об этой особенности, об этих отличиях. Попробуйте зарегистрироваться на Outlook.com, завести себе учетную запись Exchange и сравнить работу Outlook. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всего доброго. До свидания.